Всем привет, друзья! Многие из вас на НК удивились тому, что крайние выпуски выходили на английском языке. Ну во-первых, не пугайтесь, русскоязычный контент обязательно останется. Да, он будет переходить в меньшем количестве, но тем не менее он все равно будет, и частота его выхода будет зависеть исключительно от вашей активности, то есть именно от вас, русскоговорящих пользователей. Потому что, как показала даже практика этих двух выпусков, аналогичные пользователи смотрят больше мои видео. Поэтому тут логично, что я, конечно, загорелся большим желанием делать именно иностранный контент на иностранном языке, но опять-таки специально для тех людей, которые уже давно на моем канале, то есть русскоговорящие пользователи. Я не хочу, как говорится, вас обделять и обижать, поэтому все выпуски, которые будут выходить на английском языке, они будут сопровождаться русскими вшитыми субтитрами. Ну и сегодня давай с вами поговорим на русском, и обсудим несколько матчей первого круга предстоящего женского турнира в Майами. Как всегда, на таких крупных турнирах у нас большое количество матчей с самого начала турниров, поэтому выбрать есть из чего. И начнем мы с матчей между Александровой и Павлинией. Конечно, для меня тут очевидной флотикой является итальянская донистистка. Я тоже удивлен, что ее дали на равных с Екатерииной, потому что российская донистистка испытывает массу сложностей, массу проблем, начинающих с конца прошлого сезона. Я тоже неоднократно говорю, поэтому я не хочу повторяться много раз. Как говорится, проблесков для улучшения игры я пока у Александровой, но не вижу. Чего не скажешь про итальянскую донистистку, которая наоборот прибавляет постепенно и на прошлой неделе сыграла достаточно успешно на турнире в Индиан Уэллс. Я не могу сказать, что прям Павлини классно смотрится в этом году и у нее все матчи, все турниры выходят на высоком уровне. Нет, особенно начало самого сезона выдалось очень скомканным и плохим, будем так откровенно говорить, но постепенно она прибавляла и вот уже в Мексике уже были заметны улучшения и вот еще раз говорю, в Индиан Уэллс тоже смотрелась Ясмин очень неплохо. Поэтому она явно смотрится гораздо выигрышнее, чем Александрова. В общем, кто еще не понял, мой выбор в этом матче победа Ясмин Пауле Ни. Далее матч между Амандой Анисимовой и Шелби Роджерс. Тут я бы не стал такой явной форидкой ставить Аманду Анисимову, несмотря на то, что она в целом в этом сезоне имеет больше успехов, но в основном все ее успехи и результаты приходится на самое начало сезона, то есть на австралийский турнир, где она там выиграла титул и, ну, собственно, делась правда очень хорошо. Но вот после этого начинается февраля месяц, ну, явно не лучшим образом смотрится. Анисимова в лучшем случае проходила один круг на турнирах, и в целом смотрится игра ее не так уже грозно, не так стабильно. Что касается Шелби Роджерс, она наоборот очень-таки неплохо прибавила, начиная с турнира в Индиан Уэллс. Там смотрелась она очень добротно, видно, что подготовилась настроенно. И понятное дело, что на домашних турнирах Шелби всегда играет с особой отдачей, с особым настроением. Баланс примерно равен, сказать так, между формой Танисисток, между их классом и плюс еще личная встреча. Тоже тут стоит ее учитывать, потому что она была не так давно. Тут можно сыграть на не сильно. Большой коэффициент, а взять просто хорошую фору, плюс четыре гейма на Шелби Роджерс. Далее встречи между Линдой Фрукхритовой и Дангой Ковинич. Для меня опять удивление, что так высоко оценивают совсем еще юную чешскую Танисистовку, потому что я считаю, что рано ей давать такие авансы. И в принципе это сделали еще в прошлые матчи с Босковой Марией. Все-таки видно, что еще много очень неуязвимостей в игре Линды. И конечно ей нужно берется опыта, нужно поднимать свой класс. Ковинич не скажу, что прям уж там грозная такая сильная Танисистка, но опять-таки она смотрелась. В периодически в этом году неплохо, то есть на Трониле оставили опен и на прошлой неделе в том же Индиан Уэллс Данг достойно смотрелась. Ее класса, ее опыта, которого гораздо больше, чем у Фрукхритовой, ей достаточно будет для того, чтобы выиграть у этой юной, очень перспективной чешской Танисистки. Ну а какие друзья вы думаете, можно поставить ставки на матчи первого круга, возможно вы что-то интереснее найдете и напишите об этом в комментариях. Я же желаю вам здоровья, удачи, хорошего настроения. Не забывайте активничать, подписать свои комментарии, ставить лайки, подписываться, потому что очень много людей меня смотрит, не подписавшись на канал. И конечно это большой минус вам, хотите чтобы был контент снова в основном русскоязычный, проводить свою активность. Все, всем до встречи, всем пока!